Спасательный пост около Сыктывдинского поселка Яснок появился одним из первых в республике. Сегодня спасатели контролируют безопасность на воде и перевозят экстренные службы в случае необходимости. Сысла в этом году, на удивление, чистая. Впрочем, здесь готовы к любому развитию событий, как и в соседнем Сысельском районе. В муниципалитете выставили уже два спасательных поста. В Первомайском и Заозерии они действуют с прошлой недели. Всего в Сысельском районе три отрезаемых населенных пункта. А в зону подтопления входит только райцентр. Сегодня уровень в Сысле поднялся всего на 40 сантиметров. Основной пик паводка здесь ждут через неделю. Но больших рисков не видят. Для области это всегда тревожно, конечно, потому что водная переправа, это перевозка людей, это всегда какой-то, ну, скажем, не риск, потому что все-таки все меры безопасности приняты. Но все равно определенные неудобства это заставляет. Местные жители, скажем прямо, они к этому делу уже привыкшие, да, то есть они это передосят спокойно. Но для нас, вот, для экстренных служб, это всегда, всегда быть на чеку, всегда быть готовыми отреагировать на какие-то неожиданности. Неожиданностей не ждут и в Прелузии. Южные реки проснулись на две недели раньше обычного. Через двое суток летка и луза должны выйти на пойму. Между тем, в Черныше, что относится к Обьячево, уже запустили речные перевозки. Без связи с Большой землей местные жители были совсем недолго. После того, как только вода успокоилась, то есть это ушел лед, чистая вода, скажем так, после этого начинает работать переправа. Мы об этом говорим и предупреждаем, что, дорогие наши граждане, что будет период, день-два, надо будет на рабочих местах или перейти, значит, на временное проживание к родным и близким, или брать отгул за свой счет. Ну, а учащиеся – это, естественно, дистанционный метод обучения. Проснулись и центральные реки республики. Вскрылась Вычигда. Нившера, Вишера, Вымь уже в промоинах. А вот на севере региона реки еще в зимнем режиме. Но именно за этими водными объектами пристальное внимание. Сюрпризы, они всегда могут быть, это связано с погодными условиями. Вот мы видим, что сейчас делается в центральной части нашей страны, да, это из-за того, что резкое таяние снега. Но вообще, по прогнозам нас здесь, ну, предполагаем достаточно такой спокойный прогноз. По Печоре вообще везде по снегозапасам это порядка 90-95% от нормы. То же самое, запасы воды в снегу такие же. За исключением у нас по северам – это Уса. По Усе там порядка 150%. Ну, вот мы предполагаем, что, возможно, конечно, там какие-то осложнения. Если Уса и Печора одновременно дадут большую воду, то тогда ниже по течению, это уже, получается, Ижинский, Уссилинский район, там может быть большая вода. На этот случай ждут помощи от Северного флота. Уже зарезервирован Ан-26, готовы 10 взрывников и сами взрывчатые вещества. Но последние два года обходилось без проведения таких работ. И экстренные службы, и жители Печорского побережья надеются, что весна 2024-го исключением не станет. Виктория Палкина, Иван Богомолов, Телеканал Юрген.